Мы обязательно должны изучать арабский язык, говорите. Обязательным является изучение арабского языка. Арабский язык не присущ только лишь арабам. Арабский язык это язык каждого мусульмана. Ваш язык и мой язык, говорите. Обязательно мы должны изучать арабский язык, потому что невозможно понять Кур'ан и Сунну, кроме как посредством него. Арабский язык является легким или сложным? Легким, говоришь. Почему он легкий? Потому что Аллах помогает тебе изучать его. Так или нет? Так. Кто является одним из лучших ученых в арабском языке и филологов? Сибавейх. А он не был арабом? Не был араб. Правильно. И у вас есть студенты, которые изучили арабский язык до того, как поехали в арабские страны. Однако вопрос, а что я должен делать, чтобы изучить арабский язык? Ты должен изменить все вокруг себя, чтобы все вокруг тебя помогало тебе изучать арабский язык. Самое первое, что это телефон. Самое первое, это телефон. Меняешь язык в телефоне. Немножко сначала будет сложно, затем потом будешь отдыхать. Не смотри никуда, кроме как на арабский язык говоришь. Ну не просто не смотри. Вот, говорит, листок перед тобой, там написано русскими или какими-то языком. Все, не смотри, я не знаю, я не смотрю, я не вижу, я арабский только вижу. Весь фойдо можешь завесить листочками, табличками, чтобы везде был арабский язык, какие-то буквы, слова и так далее. Где-то повесил, где-то написано слово яблоко, где-то апельсин, все вот эти арабские слова. Чтобы твои глаза наслаждались и желали арабского языка. Твой взгляд, во-первых. В телефон, взор. На стены. Куда бы ты ни посмотрел, везде что-то на арабском у тебя должно быть висеть. Второе, после взора, это что, слух. Не слушай ничего, кроме как на арабском. Кто-то попытается разговаривать с тобой, кроме не на арабском языке, я не слышу. Я на арабском не слышу. На арабском не говори, я пойму. Сам не разговариваю, не иначе, как на арабском. Что бы ни случилось. Скажи своей семье, своим детям, я с вами не разговариваю, кроме как на арабском. Рука твоя, следующий орган, только на арабском пиши. Каждый день что-то запиши. Вот эти листочки, таблички дома, сам напиши рукой и повесь, развесь везде. Каждый день, хотя бы, как минимум, пять слов на арабском, напиши и повесь. Что остается? Вкус, орган, вкус. Наслаждайся. Выбирай красивые слова. Выбирай красивые арабские слова, когда обращаешься к жене, когда обращаешься к детям. Выбирай самые прекрасные слова на арабском языке. Когда со своим другом разговариваешь, скажи, о, мой дорогой брат, о, мой, опять же, дорогой брат, о, мой любимый брат, уважаемый брат, пожалуйста, добро пожаловать. То есть разговаривай, применяй красивые слова, чтобы ты наслаждался, вкусил вкус арабского языка. То есть разговариваешь, что он разговаривает на литературном языке, красивом, а это так просто и так далее. Вот точно так же. Есть позволение Всевышнего Аллаха, попрактикуй это месяц, и ты увидишь, как ты продвинешься. Однако проблема в чем? Ну, начинаем оправдание, сказать, что жена не будет разговаривать. Вешать везде эти таблички, ну, это нереально. Ну, тогда оставайся невежда и не знай. Это лучше, что ли, раз ты не хочешь изучать? Ну, 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 ладно. Ну, ладно.